Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, первый вопрос поступил сразу в начале эфира от Игоря из Ютуба. Насчёт микрочипов или хакеров сознания или сна я хочу спросить, кто контролирует всё это? Я чётко вычислил такое воздействие. Вы это называете инферальными силами. Ну, инфернальные силы... Но на самом деле не надо путать инфернальное воздействие на мир оккультное и техническое воздействие. Это совершенно разные вещи. Потому что кроме вот такого инфернального воздействия оккультного существуют и психогенераторы. Это совершенно другая техника. Ну, а что касается микрочипирования, электронных карт и вот других программ типа электронного правительства, то это программа контроля за населением. Она происходит в рамках построения нового мирового порядка. То есть, на самом деле это разные программы, но они осуществляются совместно. И всё это в целях построения нового мирового порядка. Вот что происходит. Следующий вопрос от Игоря. Что вы знаете о провиденциальных силах нашей галактики? Почему вы так часто упоминаете инфернальные силы, сатанинские, но не говорите никогда о светлых провиденциальных силах? Естественно, что имеются и светлые силы. Но дело в том, что современный человек не умеет ими пользоваться. Вот в чём дело. Действительно, у всех людей есть свои ангелы-хранители. И существует очень такая сложная иерархия и ангелов, и демонов. Я много говорил о том, как осуществляется само явление жизни на Земле. То есть, из так называемого центра галактики, к нам идёт излучение, которое руководит всеми жизненными процессами. Вот это действительно светлая сила. И, кстати, она описана в славяно-арийских ведах. Как бы вы к ним ни относились. Эта сила руководит всей жизнью на Земле. Ну, а вот та паразитическая цивилизация, которая сейчас захватывает власть на Земле. Ну, у неё цель, как у всех паразитов, что паразитировать, захватить власть. Ну, и в конце концов, ведь вместе с организмом погибает и сам паразит. Вот вспомним вот этого самого змея Ура Бороса, который кусает себя за хвост. Вот так же сама система проглотит и себя. Но при этом может погибнуть всё человечество. Вот что на самом деле происходит. То есть, я ни в коем случае не замалчиваю вопрос о светлых силах. Светлые силы есть. Я многократно об этом говорил. Рассказывал, кстати, о том, как светлые силы спасли нас от глобальной ядерной катастрофы, которая должна была бы случиться, если бы Челябинский болид взорвался рядом с местом хранения оружейного урана и плутония. Я об этом прямо говорил. Так что я не оставляю внимания светлой силы. Мы существуем до сих пор именно благодаря светлым силам. Ну и благодаря тому, что в среде наших врагов есть разногласия. Вот благодаря чему наша цивилизация пока ещё жива. Хорошо. Игорь, продолжая серию вопросов, определилась ли Россия в том, какую сторону она выбрала? Либо служение и дальше тёмным демоническим силам, либо противостояние злу и служение силам света? Россия, разумеется, не определилась. Сейчас вы видите, что у российского руководства не существует никакой программы. То есть они действуют по ситуации. Ну, а главная цель вот этих олигархов – это что? Ну, так сказать, срубить как можно больше бабла, как можно больше приватизировать имущество. Ну, а когда Россия развалится, ну, чего, свалить за рубеж. Вот такая у них цель. Вот примерно такова ситуация. Ещё вопрос от Игоря. Что вы знаете о том, что наша планета полностью окружена спутниками роидов или их ещё называют серыми? Может, вся политика зависит от их воздействия на наше сознание? Я не думаю, что это так. Понимаете, вокруг Земли летает много живых существ. Одни относятся к инфернальному миру, другие представляют из себя биологическую жизнь. А, кстати, бесы – что-то такое. Это безбелковые сущности, да? Так что, видите, ситуация на самом деле сложная. Жизнь многообразная. Имеется и плазменная жизнь, имеется и жизнь внутри Земли, внутри звёзд, внутри планет. А человек, конечно, вовсе не является венцом творения природы. Так что, в общем-то, ситуация не такая простая. Если говорить о каких-то серых, то, в общем-то, они здесь мало что определяют. Вот слово «беса» произнесено было. Мне сразу припоминается такая шкала. Вот есть человеческие существа над нулевой чертой, да? А есть за чертой – это которые себя разрушают уже нежити. То есть вроде ещё люди, но уже нежити разрушают и себя, и окружающие. Потом «не-люди», это уже навники. Потом «бесы» и потом уже кощей. Вот «бесы» – это такой достаточно низкий уровень, который может проявляться и там, и там. Вот если мы рассматриваем ведические какие-то взгляды на этот мир. Дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. Хочу сказать следующее. Сейчас идёт разделение на тёмные и светлые силы. И это воспринимаете как апокалипсис. В самом деле, когда ребёнок рождается, он невинная душа. А дальше куда эта душа направить? Свой взгляд во тьму или во свет решения за ним самим. Но ведь есть и генетические особенности детей и человеков. Тоже влияют. Сейчас идёт отбор людей, которые выживут, а остальные погибнут. Вот как я думаю, и на мой взгляд, это правильная вещь. Ведь не важно, кто перед тобой. Важно, куда направить свои силы. Такая вот реплика. Да, к сожалению, в результате вот тех процессов, которые сейчас идут, если их не остановить, разделение на светлые силы и на тёмные не произойдёт, потому что погибнут все. Погибнут и те, и другие. Не выживет никто. И план апокалипсиса, он чётко об этом говорит. И даже говорит причину, по которой погибнет всё человечество. Это запредельное радиоактивное заражение Земли. То есть сейчас накоплено такое огромное количество радиоактивных отходов. И на ядерных станциях, и на специальных хранилищах, и на хранилищах оружейного урана и плутония. То есть даже небольшая война может привести к глобальному радиоактивному заражению планеты. А именно вот это и описано в апокалипсисе, и этого нельзя допустить. Вот над чем сейчас надо думать. Дальше. Виталий Микеров, реплика из Ютуба. Здравия, Сергей Альбертович. Постарайтесь не нарушать закон об искорблении чувств верующих. Это было в 20 часов 25 минут. Я задал вопрос, в чём было нарушение, ответа не получил. Чем вы нарушили? Опять-таки возникает вопрос об оскорблении чувств верующих. Я не знаю, как можно оскорбить чувства. Но на самом-то деле я вам говорю исторические факты. О том, что откровение Иоанна Богослова – это инородное тело в Новом Завете. Вот о чём я вам говорю. И в чём здесь оскорбление, я не понимаю. Вы сравните откровения Иоанна Богослова и книги других провоков, и найдите между ними непосредственную связь. То есть все эти книги были продиктованы каббалистам. Вот в этих самых инфернальных контактах. Вот о чём я всегда говорил. И какие здесь оскорбления чувств верующих, я, честно говоря, не понимаю. Да я тоже не понимаю, поэтому как-то вот задал вопрос, но ответа не получил там в чате. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. Сергей Альбертович, как, на Ваш взгляд, все будущие спортивные мероприятия, устраиваемые нашей страной, в данное время имеют не только спортивный, а во многом и другой смысл? Благодарю. Ну, понимаете, я думаю, вот те чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, вот эта зимняя Олимпиада в субтропиках в Сочи, ну и теперь вот чемпионаты по футболу, которые готовятся, чрезвычайно дорогостоящие мероприятия, естественно, они имеют другую цель. Я об этой цели говорил, вот такая побочная цель Сочинской Олимпиады – это строительство инфраструктуры для будущей Новой Хазарии, строительство автодорог, железных дорог и так далее. Это были потрачены большие деньги. Другое дело, что, конечно, очень значительная часть средств была растаскана, разворована, это уже другой вопрос. Что касается подготовки к чемпионату по футболу, то тут я вот давно слежу за строительством этого многострадального стадиона «Зенит-арена». Ну, тут просто какое-то бедствие, понимаете, уже было несколько проектов, там соорудили дорогостоящую крышу, оказалось, что она не выдерживает снеговую нагрузку, стали ее переделывать, теперь переделывают саму арену, само футбольное поле, в общем, какие-то совершенно гигантские затраты. Но, тем не менее, вот благодаря этому проекту и улучшилась инфраструктура в Петербурге, построены новые дороги, строятся новые линии метро. Но, конечно, с моей точки зрения, все эти затраты не оправданы, потому что на эти деньги можно было, скажем, полностью расселить все коммунальные квартиры, дать людям отдельное жилье, но это уже другой вопрос. Это, в общем, вопрос приоритетов. С моей точки зрения, надо было заниматься не такими дорогостоящими проектами, а развитием России, то есть вкладывать эти деньги в развитие, в инфраструктуру. А сейчас же получается, что большая часть этих денег просто ушла в песок. Вот что получилось. Понятно. Роман Александрович, вопрос в эфир. Добрый вечер, ведущим. Благодарю, что тема освещается. Вопрос. Если во власти и СМИ, и в банковской системе, и в телевидении кино, евреи, масоны и прочее, то кто же им противостоит? Или они просто делают, что хотят? Да, понимаете, они делают не что хотят. Они делают то, что им приказывают. Ведь, понимаете, когда власть в мире захватила вот этот самый Кабал, он захватил и банковскую власть, и экономическую власть, естественно, захватил и средства массовой информации, то всё здесь определяет деньги. Как говорится, у кого деньги, тот и заказывает музыку. Всё, в общем-то, очень просто. Вот так или иначе, пальчик направляется в сторону того, кого в Кобе называют предиктором. Предиктор, насколько я понимаю, это предсказатель переводится дословно, один из переводов. Не на Львову вы всё время показываете, что вот его установки исполняются? Ну, дело в том, что я, вообще говоря, слово предиктор, глобальный предиктор, не употребляю. Да, да, я заметил. Да, я заметил. Кобовская терминология, она, в общем, плохо приживается, и практика показывает, что люди её плохо воспринимают. Ну, и тем более относительно вот этого самого термина, глобальный предиктор. С моей точки зрения сейчас уже нельзя говорить ни о каком глобальном предикторе, потому что раньше говорилось о глобальном предикторе, в качестве которого выступают Ротшильды и родственные им семейства. На самом деле я уже показывал на примере вот этих обложек журналов Economist, что Ротшильды потеряли вот эту самую глобальную власть. Да, у них власть остаётся гигантской. Они перевели свои капиталы в Китай, но вот глобальное управление сейчас им не подчиняется полностью. Вот что произошло. Поэтому говорить сейчас о глобальном предикторе уже нельзя. Я же в своё время вводил другое понимание этого термина. Если под глобальным предиктором понимать не людей, а вот те самые инфернальные силы, с помощью которых эти каббалисты получают информацию для своих проектов, то надо говорить о глобальном предикторе как об этих инфернальных силах во главе с Люцифером. Вот так я бы понимал этот термин. Но я его вообще не употребляю и не считаю нужным об этом говорить. Вот я к этому, да, я хотел подвести. Кто там у нас стоит за кулисой, который всем рулит? Потому что, исходя из того, что я наблюдаю, что вы говорите, не сильно так расходятся. И просто-напросто какой-то кучке ребятишек или каким-то кучкам ребятишек даны права здесь распоряжаться. Но они устроены, эти кучки, очень просто. Воруйте, сколько сможете. Но всё исполняется, скажем так, для того, чтобы какой-то план был выполнен. Эти ребята просто воруют. Они никакого плана, как правильно заметили, на мой взгляд, не имеют. Они просто вот воруют, 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 воруют. Потом наворовались, как пиявка на социал с отвалива, следующее приползает. Ну, не только воруют, они исполняют план, потому что, на самом деле, им дают воровать только в рамках этого плана. Самые они могут даже не осознавать, что исполняют этот план. Но вот это воровство происходит в рамках выполнения этого плана. Да, и именно это я имею в виду, что они, не осознавая, исполняют план, но при этом просто себе в карман набивают. И потом всегда радуются, когда есть возможность улизнуть за границу с большими деньгами в кармане. Так, Татьяна из Ютуба. Всем здравия. Вопрос эфира от Татьяны. А известны ли планы каббалистов о Прибалтике? Благодарю за ответ. Ну, вы понимаете, что произошло в современной Прибалтике. Промышленность там уничтожена. И, по всей видимости, в отношении Прибалтики будет осуществлен тот же план, как и в отношении всей Европы. То есть она будет постепенно заселяться арабами, другими южными народами, ну и постепенно Прибалты растворятся вот в этих южных народах. Вот это такой глобальный план, так сказать, создать такой плавильный котел по всей Европе, в том числе и в Прибалтике. Ну и затем уже вот на основе его строить новый мировой порядок, сокращать население, проводить чипирование и так далее. Да. Дальше. Некоторые вопросы несколько провокационные, так что вот обращаю внимание на это. Владимир Чернов из Ютуба. Вопрос в эфир. Будет ли обострение народного гнела осенью 2017 года? Или будем чипы вшивать? Ну, насчёт чипов, чипы вшивать ещё не будем, потому что всё это будет длиться ещё долго. И сейчас всё больше возникает сопротивление этим чипам. Но насчёт народного гнева. Я не думаю, что народный гнев в этом году достигнет какой-то такой высокой стадии. Нет, я думаю, всё пройдёт без большой крови в этом году. А в 2018 году пройдут выборы. Результат уже известен, всё уже записано. Но вот что дальше будет, это вопрос. Потому что я уже сказал, что, согласно расчётам, резерв у России маленький. То есть на 2-3 года. То есть вот этот олигархический режим новой шестилетки не выдержит. Так, дальше. Реплика уфера Тианы. Здравия, Алексей Сергей Альбертович. Живу на Северном Кавказе, но у нас никакой чипизации. На Северном Кавказе, слава богам, нет. Или это было образное изречение? Благодарю. Нет, на самом деле эта программа очень сейчас активно выполняется по Южной России, по Ростовской области, по Кубани. Она уже начинает выполняться в Крыму. Так что всё это идёт. Вы просто не замечаете. Потому что всё это проводится через поликлиники, через детские сады, через школы. И если вы, в общем, не вникаете в эту проблему, то вы как бы её и не замечаете. Миколаевич из Стараховки. Вопрос в эфир. Что делать для противостояния проекту Северного Израиля? Понимаете, ведь проект Северный Израиль, он осуществляется вместе с проектом Южный Израиль. Это такой глобальный Израиль, который находится в центре Евразии. Вот все войны сейчас идут вокруг этой территории. Вот такой и Россия в таком вогненном кольце будет находиться. А как противостоять? Противостоять только пониманием, распространением понимания и среди наших либералов, среди наших евреев. Доведение до них понимания того, что этот проект приведёт к большому кровопролитию, к большой потере населения и к уничтожению не только славянства, но и уничтожению еврейства в очень значительной степени. Вот что надо доводить до всех этих людей и до людей, которые находятся у нас во власти, потому что они не понимают, к чему приведёт этот проект. Это будет трагедия для всех на самом деле. А что касается Израиля, я уже сказал об этих мифах, о том, что Израиль не может существовать. Нет, Израиль будет существовать, он может развиваться и существовать как процветающее государство на своей территории. С арабами можно легко договориться. Всё это на самом деле не проблема. Проблемы надуманные. Страна высокотехнологичная, развитое сельское хозяйство, медицина, образование. Так что в Израиле очень хорошо жить. И нет смысла израильтянам перебираться на Украину, где будет длительная война, в Крым, где также будет непонятная ситуация. И на Кавказ тем более, где также будет ситуация ничуть не лучше, чем в Израиле. В Израиле будет гораздо лучшая ситуация. Так что, видите, этот проект, он противоречит интересам израильтян. На самом деле это проект кого? Это проект Бнай Бритовцев, проект того же Киссинджера, о чём он всегда говорил. А за счёт пропаганды, которая ведётся в Израиле, израильтянам внушают идею, что вот здесь будет хорошая жизнь. На самом деле, помните, как 30 лет назад шла пропаганда среди наших евреев, что надо всем выезжать в Израиль. Ну, а теперь вот они вырастили новое поколение и говорят, что надо возвращаться назад. Ну, понимаете, это же маражем на самом деле. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Все чрезвычайные ситуации и происшествия, проходящие по нашей стране, проглядываются в планируемые кем-то мероприятия. А также лесные пожары и водяные и водные паводки имеют в основном неприродное явление. Это большой бизнес? Это не только бизнес. Ну, с точки зрения бизнеса, это уничтожение экономики, опускание экономики, в том числе экономики России, экономики европейских стран, уничтожение сельского хозяйства. Но, как и всегда у каббалистов, главная цель у них – это получение так называемого гавах – энергии страданий. То есть, это каббалистические жертвоприношения. Я об этом давно рассказывал. Вы посмотрите мою лекцию «Геофизическое оружие» за 2011 год. Такая длинная лекция. Может, вы её полностью не осилите. Но я об этом всём там рассказываю. То есть, на самом деле, действительно, происходит глобальное применение геофизического оружия. И это делается сразу в нескольких целях. И вот эти цели я там подробно описывал. Дальше. Ольга, 74. Вопрос задаёт. Добрый вечер, Сергей Альбертович. Пропустил начал трансляции. Заранее планировал задать уточняющий вопрос о происхождении самого апокалипсиса и его автора. Есть ли новое уточняющее сведение в скобочках? И если это звучало, то послушаю записи. Можно ли допустить единовременными и аналогичными по содержанию, как программные продукты, апокалипсис и протоколы сионских мудрецов? Непосредственно эти продукты не связаны. Апокалипсис, я уже говорил, он был на самом деле написан, по всей видимости, гностиком Акинфой в конце 15 века. Вот последняя редакция Нового Завета, то есть четырёх евангелистов, это уже 16 век. Дальше сочинения, которые относятся к Пятигнижу, они были тоже написаны где-то в конце 15 века. И дальше вот всё это было соединено в Ветхий Завет, и потом к Ветхому Завету был присоединён Новый Завет. А текст апокалипсиса был внедрён уже непосредственно в Новый Завет. А вот на Русь апокалипсис попал, по-видимому, во времена Ивана Грозного. И Иван Грозный действительно очень боялся этих событий в то время. И помните, он очень, так сказать, боролся с елесяжедовствующих и ни в коем случае не хотел допустить в России этих апокалипсических событий, и к ним готовился. Вот что было на самом деле. Ну, а на Руси Ветхозаветовщина была вот так распространена среди населения только в конце 19 века. Так что вот на Руси, в общем-то, основное население не знало ни апокалипсиса, ни пятикнижия. А евангельские тексты в разных редакциях ходили на Руси. Но вот последняя редакция – это уже 16 век. Дальше вопрос, эфир. Сергей Альбертович, действительно ли сейчас идёт на Украине обновление множества различных сооружений, которые были постепенно заброшены после крушения Советского Союза, обновляют дороги, освещение и многое другое? То есть, да, подтверждает, вернее, не так прочитал, подтверждает, что да, обновление многих сооружений на Украине сейчас идёт. Так, идём дальше. Понимаете, на Украину идут какие-то кредиты. То есть, какое-то маленькое развитие Украины, конечно, происходит, но вы сами понимаете, какой там режим. Режим гораздо более олигархический, чем в России. И, в общем, ни к чему хорошему этот режим не приведёт. Андрей Петряев, вопрос в эфир. Сергей Альбертович, почему вы стали так редко появляться в блогосфере? Вас не пускают в эфир? Да нет, я появляюсь и с докладами регулярно выступаю. Просто, может, не всегда они размещаются в интернете. Нет, я, в общем-то, продолжаю свою деятельность. А во всяких социальных сетях я просто не участвую. Я принципиально не участвую в социальных сетях. А почему такое принципиальное решение? Ну, потому что, когда я узнал о том, для чего образовывались эти социальные сети, то я выработал к ним очень негативные отношения. И, в общем-то, в этом деле я не участвую. Понятно. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Здравия, Сергей Альбертович. Действительно, сейчас идёт на Украине… А, ну это уже прочитали? А, он просто дописал. Обновляю дороги. Сам живу в Кривом Роге. Благодарю. Всего вам доброго. То есть, было просто дополнение. Вопрос эфир от Ольги 74. Как Крым наш, в кавычках, или нет? Это Крым наш или нет? И улучшений жизни людей нет. И заторможены многие проекты Израиля и Китая. Благодарю. Ну, на самом деле, я слежу за событиями в Крыму. И, в общем-то, если сравнивать с Украиной, то жизнь в Крыму гораздо лучше, чем в Украине. Ну, действительно, в Крым направляются немалые средства. Ну, кстати, они меньше, чем в Чечню идут. Но, тем не менее, достаточные средства и для строительства инфраструктуры, для строительства дорог, для строительства зданий. И на армию идут деньги в Севастополь. Так что, в общем, Крым, я бы так сказал, пока он наш. Пока наш, но вы понимаете, что планируется дальше. Надо об этом помнить. И крымчане должны быть бдительны. Потому что, если будут происходить такие же процессы, как на Украине, где Хаббат захватил все институты власти, как он превратил Верховную Раду практически в Кнессет. То есть, то же самое может происходить и в Симферополе сейчас постепенно. Такой ползучий переворот может происходить в Крыму. Так что, просто крымчане должны быть бдительными и следить, чтобы этого не было. Ольга, 74, вопрос в эфир. А, реплика в эфир. Бедлам в России продолжается и подтверждается последними афишами рок-концертов. Кис и ниже с ними. Ну да, понимаете, вот эта группа Кис – это чистые сатанисты. Так же, как и ACDC. Ну, тут можно многого говорить об этих сатанистах. И в популярной музыке, и в рок-музыке. Дело в том, что, я бы сказал, начиная с Битлз, вот это были проекты иллюминатов по перестройке сознания молодежи. Всё это продолжается. Но сейчас это уже принимает какие-то совершенно извращённые формы. Если бы это была просто какая-то субкультура, то нормально всё так. Хочешь ходи, хочешь не ходи, и народ бы как-то выбирал. Но меня сейчас, знаете, что тревожит? Вот купальские дни сейчас приближаются. Светлый, казалось бы, праздник, да, славянский. Но я обратил внимание, что на купальские дни очень много выступлений под видом славянства, где выступают группы, играющие в стиле KISS, ACDC и прочих-прочих-прочих heavy metal. У меня просто мозги так несколько заворачиваются. Каким образом славянство и так называемый metal, folk, rock, они между собой связаны? Не является ли это подмена, на ваш взгляд, когда вот такие группы в стиле ACDC, одетые во всё чёрное, в кожанки, с какими-то там разрисованными лицами, дёргающиеся перед сценой их адепты, слушатели, которые фанатеют от этого, не является ли это реальной какой-то подменой и увод от славянства в сторону? Ну, знаете, вот такой процесс на Западе происходил совершенно направленно. Этим занимался Тавистокский институт социальных исследований, специально внедрял сатанизм в рок-музыку, внедрял туда наркотики. Это была такая совершенно специальная, продуманная программа. На что касается России, то я не думаю, что здесь такая разработанная программа существует. Скорее всего, эти процессы происходят спонтанно и являются следствием, в общем-то, общего падения уровня культуры и деградации. Да. Идём дальше. Андрей Петряев. Сергей Альбертович, в нашей стране явно двоевластие, и Путину нужна помощь со стороны народа, ибо в условиях гибридной оккупации он ведь вынужден говорить всё намёками, поговорками и недосказанностью. Как это сделать при засилии Соловьёвых, Малышевых и прочих на ТВ и ментально спящим народом под пивасик и жизни по принципу «Моя хата с краю». Ну, я уже говорил насчёт нашего президента. На самом деле, вот с помощью вот этой пропаганды, как говорится, царь хороший, плохие бояре, у нас уже 17 лет уничтожается наша страна. Понимаете, задумайтесь над этим. Так что Путин уже не в состоянии ничего сделать. Я думаю, помочь ему уже невозможно. И речь идёт о смене всей власти и правительства президента. Но произойдёт это, по-видимому, через несколько лет. И, в общем-то, обойдётся России дорого. Если вы делаете ставку на Путина, на придание ему чрезвычайных полномочий, то я уже сказал, что это совершенно ошибочный и гибельный путь. Даже сам Путин говорит о том, что чрезвычайные полномочия не требуются. Ну и к возрождению монархии он тоже относится очень скептически. То есть я думаю, что путь России всё-таки должен быть более-менее европейским, демократическим, но это должен быть свой путь. И он начнёт развиваться, этот путь, только после того, когда у нас падёт вот эта система олигархической власти. Дальше Ольга, 74, задаёт вопрос. Почти через два года официально похоронили Дэвида Рокфеллера. Его пробовали клонировать, заморозить, оцифровать? Ну, понимаете, ведь вот если послушать там Ольгу Четверякову, она об этом много говорила, как создают виртуальную реальность, реальность, хотят создать виртуальный организм и перевести туда человеческое тело. Ну, на самом деле это, в общем-то, из области фантастики, ведь всё очень просто. У Рокфеллера с молодости была болезнь сердца, и за время его жизни было шесть пересадок, ну и организм просто не выдержал. Но я могу сказать о том, что вот такие люди, вот такие отъявленные сатанисты, как Ротшильды, Рокфеллеры, всякие Соросы, Киссинджи, они действительно живут очень долго, благодаря тому, что ими управляют бесы. Вот как это ни странно, это действительно вот такая категория людей, которых, в общем-то, можно назвать нелюдью. И живут они очень долго, для этого много причин, в том числе и такая причина, как отсутствие эмпатии, то есть переживаний, то, что мы называем совестью. То есть люди без эмпатии действительно мало переживают за других людей, у них такая устойчивая нервная система, и за счёт этого они действительно долго живут. Дальше, Ольга, 74, продолжает второй вопрос. Пожар лондонской высотки был заранее предсказан в журнале «Экономист». Это жертва приношения бедных гоев или снос нерентабельного здания? Да, я думаю, и то, и другое, потому что многие теракты, которые происходили в Лондоне, это опять же… Этим много занимался Дэвид Тайк, опять же, программа, которую выполняет английская разведка, на самом деле. Всё давно было запланировано, и если это было на обложке «Экономист», то это и выполняется под командой Ротшильдов. Так, дальше. Павел из Подмосковья задаёт вопрос. Всем здравия. Сергей Альбертович, судя по немалому объёму информации в сети о деятельности в кавычках «единого правительства», у меня возникает ощущение, что вся эта информация специально в кавычках «сливается» для получения определённой реакции в кавычках «массах». Ваша информация затягивает, легко воспринимается, но может, имеет смысл сделать в кавычках «рекламу» другому направлению? Ну, а какому именно говорить человек? Павел, какому направлению надо сделать рекламу, уточни? Дальше. Вячеслав Вседобрейший, реплика из Ютуба. Согласен по поводу «бессмертного полка». Я говорил, что это какой-то ритуал, но люди в мороке, они видят какой-то луч света и идут на него, не задумываясь, что это луч прожектора с вышки концлагеря. Ну, понимаете, идея-то у этого «бессмертного полка» была хорошая, она там из Томска шла, но потом её стали использовать по всему миру, использовать оккультисты стали эту идею. То есть они хорошую идею стали использовать в своих целях. А то, что обычные люди просто в своих предках вспоминают с добрыми мыслями, может быть, это не является перехватом всё-таки оккультистами информации? Ведь куда мы мысли направляем, туда они идут. Одно дело, когда оккультист что-то делает, какой-то обряд слова здесь, может быть, не совсем правильно, но что-то делает. А другое дело, когда простой человек с гордостью несёт портрет своих дядей, отцов, дедов. Да, понимаете, вот у нас же возникла такая ситуация, когда, в общем-то, гордиться-то больше по большому счёту и нечем, как вот нашими предками и нашей великой победой. Вот к чему мы пришли. Вот в чём дело. Понятно. Владимир Чернов. Вопрос из Ютуба. «Апокалипсис» был написан примерно 150 лет назад. Это сценарий сатанистов. Ведь можно войти из Матрицы и перестать пользоваться матричными товарами – мясом, табаком, алкоголем. Или этого не избежать? Вы понимаете, этого не избежать. Чтобы этого не избежать, надо жить в деревне, иметь свою ферму. Ну, а одному хозяйству сейчас не покормиться, потому что люди, они потеряли свою сельскохозяйственную квалификацию, которая была в дореволюционной России. Чтобы прокормиться, надо иметь большую семью, большое хозяйство. Сейчас это практически невозможно. Поэтому, во всяком случае, горожанину отказаться от пищевой продукции, которая продаётся во всяких супермаркетах, совершенно невозможно. И неизбежно человек будет получать свою дозу и ГМО, и химии, и всяких нервно поражающих веществ. Это неизбежно сейчас, к сожалению. Надо уезжать из городов. Но здесь ещё, помимо мяса, был упомянут табак и алкоголь. Ну, ну, что, табак и алкоголь – это, в общем-то, здесь ничего нового нет. Да, это оружие, которое продолжает использоваться. Но сейчас появились другие, гораздо более высокоэффективные формы оружия. Идём дальше. Саша, 22, вопрос в эфир. Что вы думаете о книгах Николая Левашова и его учении? Понимаете, к Левашову я отношусь действительно как к великому человеку, но некоторые его взгляды, некоторые направления работы у меня вызывают недоумение. То есть, как бы мне кажется, что в некоторых направлениях он не совсем искренен был, но в некоторых направлениях он был фантазёром. но, тем не менее, то, что он сделал, это громадный объём работы, действительно, он совершил научный подвиг. Вот так я отношусь к Николаю Левашову. Все мы в чём-то не идеальны, конечно, да, и поэтому кто-то из нас делает какие-то, может быть, ошибки, это надо учитывать. Все мы люди. Псих, так он себя представляет в нашем чате, задаёт вопрос в эфир. Здравия. Сергей Алибертович, по-вашему, апокалипсис наступает? Или так? Нет. По-вашему, апокалипсис настанет? Вот так он зада вопрос. Ну, в том виде, в котором он описан у Иоанна Богослова, он действительно осуществляется. Я уже сказал, почему он осуществляется. Потому что этот проект маниакально выполняет вот Кабала, о котором я говорил. То есть, они свято верят во все эти пророчества и их выполняют. Поэтому, если этот Кабал не остановить, то они выполнят этот проект до конца. То есть, до полного уничтожения человечества. Ну, то есть, они-то хотят, а мы-то не хотим. Да, понимаете, и они не очень хотят. Они хотят обмануть. Вот сам факт Ак 9.11, это же означает в Кабале обмануть Бога. Да, они хотят обмануть своего Бога, построить тысячелетнее царство Израиля на территории Украины и России. Но ведь на самом-то деле, понимаете, они сами понимают, что проводят программу уничтожения всего человечества. Поэтому они и строят для себя подземные города, подземные убежища. Но это касается элиты. А, в общем-то, судьба славянства, да и судьба простых евреев их мало волнует на самом деле. Но, понимаете, очень трудно понять логику сумасшедших людей. Это люди действительно одержимые бесами, но они бывают на шизофрении. Понимаете, говорить на каком-то языке логики или тем более на языке каких-то нравственных ценностей с ними невозможно. Хотя один из главных постулатов Кабалы, ну как он преподносится простым людям, это гласит о том, что ничего изменить человеку невозможно. Даже падение волоска давным-давно предсказано, и всё происходит так, как должно произойти. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что кабалисты хотят что-то изменить, мне это как-то стопор. Как? Если сами вы заявляете, кабалисты в смысле, заявляют о том, что они ничего не могут изменить, потому что всё представлено с другой стороны, хотят кого-то обмануть, они, получается, идут против своих догм, против своих постулатов, против своих же устоев, которые сами всем и преподносят. Вот тут у меня как-то в голове что-то не складывается. То ли лыжи не едут, то ли какой-то... Действительно, вот это понять сложно. Ну, понимаете, ведь это же мистики, религиозные мистики, они действительно свято верят в то, что всё уже заранее написано. Но, тем не менее, ведь Каббала подразумевает, что человек должен жить прежде всего ради своего удовольствия, поэтому они вот живут, хотят получить как можно больше удовольствия, хотят иметь хорошее здоровье, как можно дольше жить. Вот поэтому и получается такое противоречие. То есть, с одной стороны, они осуществляют этот сумасшедший план, а с другой стороны, у них есть свои эгоистические побуждения. И вот здесь в их уме идёт всё время такая борьба. В общем-то, вот я думаю, с такой позиции надо понимать эти противоречия. И на самом деле между ними возникают всё время противоречия, между этими каббалистами. Много направлений возникает. Видите, у них много мышахов, много разных проектов. Понимаете? Так что, в общем-то, не всё так однозначно. Да, мне кажется, всё вполне однозначно. Те, которые управляют этим делом, они знают, что надо это просто делать, как им надо. А для тех, кто управляем и кто вещает и кто подчинён, они говорят, что всё-всё-всё предначертано. Вот ничего изменить нельзя. Вот вы делайте, как это мы вам говорим, потому что всё предначертано. Просто, мне кажется, это обычное зомбирование, НЛП, там ещё какие-то системы управления есть. Вот и всё. Да, но дело в том, что у них на самой верхушке этой власти тоже нет единства. Ну, так естественно, каждый хочет свой карман побольше засунуть. Просто бизнес, ничего личного, просто бизнес. Дальше, реплика в эфир от Тианы. сейчас была затронута тема писаний Библии, поскольку обучаюсь на историческом факультете, могу смело утверждать, эти писания почти как под копирку были переписаны с шумера аккадских эпосов. Не хочу никого обидеть, но это факт, наводит на определённые вопросы. Ну, дело в том, что вот вся территория Палестины, вся территория Аравийского полуострова, это была территория Аравы или Яровы Руси. И вот вы же понимаете, зачем Израиль и Америка проводят все эти военные действия. Не только для того, чтобы уничтожить население, но и для того, чтобы уничтожить следы вот этой древней истории. Потому что история совсем не та, которая описана в учебниках истории, тем более описана в Библии. То есть все эти территории были раньше за русской цивилизацией, за русской ведической цивилизацией. И этот факт надо просто скрыть. Вот что на самом деле сейчас осуществляется. Ну, а что касается шумеров, то и Акад, и Шумер на самом деле истоки всех цивилизаций это древнерусские. Понимаете, сейчас доказано, что и шумерский язык, он очень близок к русскому. Изделия керамики и узоры в Шумере совершенно такие же, какие были на территории Сибири. то есть на самом деле шумерская цивилизация не такая древняя, как нам кажется. То есть ей немногим более тысячи лет и египетской цивилизации еще меньше на самом деле лет. Понимаете, на самом деле вся история у нас удлинена раза в три. Мы считаем это древними цивилизациями, что вот все это пришло из древнего шумера, но на самом деле все вот эти библейские истории, они были написаны сравнительно недавно, в средневековье. Ну, а вот основаны они на основе древних ведических легенд и историй. Так что ничего странного в этом нет. Но всем этим историям на самом деле немного лет, максимум тысячи лет, понимаете. Поэтому говорить о том, что вот все эти истории идут из древности, это совершенно неправильно. Это так нас учат в современной истории. На самом деле вся история, ведь которая описана в современных учебниках, занимает не более полутора тысяч лет. Опять-таки обратитесь к работам Фоменко и Носовского, как бы их не критиковали, у них действительно много недостатков, много, наверное, выдумок. Но тем не менее по многим позициям все это сейчас уже доказано. Так что если вы хотите действительно разобраться в истории, то надо обратить внимание на новую хронологию. Да, в общем, что такое тысяча, даже полторы, даже две тысячи лет по сравнению с миллионами лет нашей древней державы? Сколько здесь живут наши древние тяжелее. Вы понимаете, ведь на самом деле человеческому виду миллионы лет и Земля уже пережила огромное количество разных цивилизаций. Вот уточняющий пришёл ответ от Павла из Подмосковья по направлению рекламы. Уточняю, создать передачу о положительных направлениях развития без упоминания о негативе. Наверняка же есть люди другие формы жизни, которые существуют во благо человечества и всего сущего. Вот что он имел в виду. Понимаете, какая штука? Ведь сейчас мы находимся совершенно в критическом положении. И если мы не будем обращать внимание на тот негатив, мы абсолютно ничего не успеем сделать. Ведь новая программа, она рассчитана на большой срок. Согласно апокалипсису, жить нашей цивилизации осталось совсем немного. Каких-то 30-40 лет, понимаете? То есть надо совершать радикальные действия в борьбе с этим самым мировым кабалом. Потому что если мы будем заниматься только позитивом, мы погибнем. Да. Я думаю, что надо мыслить позитивно, конечно, и думать о хорошем, но при этом знать помыслы и намерения врагов. В этом случае тогда наши светлые мысли не будут в дальнейшем омрачены. Если же мы будем просто в радужных каких-то мыслях сидеть, но при этом не будем обращать внимание, что вор залез в нашу квартиру, что бандит убивает наших родственников, то в этом случае все будет очень быстро омрачено кровью. Да вот такой пример, спортивное единоборство. Ведь если спортсмен не будет изучать своего противника, то он не добьется победы. Понимаете, это и в футболе, и в шахматах, и в других коллективных играх. Если спортсмены не изучают своего противника, они не победят. Понимаете? То есть я что хотел сказать, что передача наша это не является наша передача не является сеятелем какой-то гадости в этот мир. Мы всего лишь навсего пытаемся разобраться с тем, что происходит для того, чтобы сделать выводы и сделав эти выводы какие-то принимать решения и действовать. Действовать так, как необходимо на самом деле. На самом деле мы гадость называем гадостью. Понимаете? Мы просвещаем людей, говорим им, что гадость, а что не гадость. Вот это и задача, которую мы решаем. Если мы не будем понимать этого, то мы погибнем. Хорошо. Реплика в эфир. Очень интересная и познавательная лекция. Приходите, пожалуйста, почаще. Удачи. Спасибо. Павел Черепко из Ютуба. Здравствуйте. Как вы относитесь к книгам Николая Левашова? Его книги «Зеркало моей души» описывается путешествие по Вселенной, устройство работы НЛО и прочее. Как можете прокомментировать? Благодарю. Уже о Левашове поговорили, но здесь конкретно книга упоминается. Будем еще о ней говорить или нет? Понимаете, я читал эту книгу уже давно, но с огромным интересом читал и вот расшифровки древних русских сказок, которые делал Левашов. Действительно, я согласен с Левашовом в отношении того, что действительно наши предки, они путешествовали по разным звездным системам. Это действительно было. «Игорь из Ютуба, почему в России пока гром не грянет, мужик не перекрестится, почему ничего не делается и не идет на опережение того, чтобы беда не случилась?» Понимаете, у людей малый уровень информированности, малый уровень образованности в этих вопросах. Вот поэтому так и происходит, потому что, ну, скажем, еще в XIX веке люди были религиозно образованными, а теперь люди и религиозно не образованы, и, вообще говоря, не понимают то, что происходит в мире. Люди занимаются получениями удовольств, занимаются всякими развлечениями, и вопросы о том, что происходит в мире, их мало волнует. Вот поэтому все пущено на самотек, и вот поэтому так все и происходит. Павел Подмосковья, вопрос эфир. Сергей Альбертович, понятно, что вы, вероятно, максимально следите за «трендом», в кавычках, мировой политике, и в кавычках и же с ним. А есть ли у вас еще какие-то интересы, в скобочках, кулинария, может быть, еще что-то? Как расслабляетесь? Да, понимаете, моя работа, она и есть расслабление. То есть я одновременно занимаюсь и преподавать, и какие-то научными изысканиями занимаюсь, и постоянно путешествую, езжу по всяким местам. Поэтому мне этим всем заниматься интересно, я получаю от этого удовольствия. Так что это, я бы сказал, скорее не работа, а просто мой интерес, и я без этого не могу жить. Как-то спросили, а как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Да, совершенно правильно. Реплика в эфир от Подсолнуха. Здравия со-ведущему и автору-сказителю. Я раньше увлекался политикой и хорошо в ней шарю. Когда-то столкнулся с наследием наших предков и культуры. Поняв величие он их начал изучать многое другое. И политика стала для меня вовсе неинтересной. Сейчас слушаю автор-сказителя и все эти страшилки, волнения, попа, калипсы, катаклизмы, масонная политика и так далее не пугают меня. Есть вещи важнее в нашем мире. Такое ощущение, что вся эта паразитическая опухоль обойдёт славянский мир стороной. Почему? Не знаю. Может быть, потому что роду человеческому неведомо количество лет и за всё это время наш род уже много раз сталкивался с различными видами трудностей и событий, которые смог пережить и преодолеть. Преодолел и будет ещё долгое время жить, писать сказки, выращивать детей, внуков и сады, строить терема, играды, делать добрые дела, любя природу, почитая заповеди предков, пока не выполнит свои задачи в этом мире. Не зря же я столкнулся с моими корнями, с нашим славянским миром, дабы восстановить забытую связь с нашими предками. И я сейчас не один такой направляю внимание слушателей на созидательные мысли. Желаю всем добра. Вот так вот такое послание от подсолнуха. Идём дальше. Бабай, вопрос эфир. Извините, если вы где-то это уже объясняли, но хотя бы пару аргументов приведите, пожалуйста. Сергей Альбертович, почему Челябинский метеорит был сбит нашими? Есть мнение, что он был призван снять напряжение с земной коры серии щадящих землетрясений по дуге Урала, потом Азии и с загибом то ли на Кавказ, то ли Европу. А теперь хрустнет уже всерьёз где-то. Об этом я многократно уже рассказывал. Надо посмотреть наши беседы с Валерием Ксевичем Чудиновым по этому поводу. Дело в том, что Чудинов расшифровал то, что было написано на инверсионном следе этого болида. А там было написано, что это посланник Субавофа, то есть Иеговы, и предназначался для уничтожения Руси. Там прямо так было написано. И был сбит он вот той самой защитой, которая была поставлена над землёй где-то тысячелетия назад. Она до сих пор существует и благодаря этой защите, благодаря этим виманам Земля ещё и существует, потому что действительно регулярно на нашу планету прилетают большие кометы, причём многие из них направляются тёмными силами, то есть тёмные силы каким-то образом умеют управлять орбитами этих комет, направляют их в данное место Земли. Недаром в Средневековье очень боялись комет, связывали кометы с приходом чумы и другими бедствиями. Это не просто так. И действительно вот на этой комете, на этом болиде было написано от кого этот посланец, от Саваофа, ну или другими словами то, что мы называем дьяволом или сатаной. Вот от каких сил прилетел этот посланец. Ну да, если учитывать, что Саваоф это сын определенных структур, то есть внук сатанаила, получается, что в общем-то оттуда, если так разбираться. Ну да, потому что... Сын Лилит, Лилит, жена Шмайля, Самойля... Понимаете, у них несколько вот таких классификаций демонических сил, так что много книг, поэтому существует противоречивых, кто там сын кого, кто такой сатанаил, кто такой сатана, кто такой... Сатана и сатанаил, это одно и то же. Более сотни имён, понимаете. Пойдите... Вообще да, сейчас разбираться с ними. Кто, да. Ладно, идём дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Сергей Альбертович. Существует много свидетельств и наблюдений различных исследователей, что в подземных ущельях, шахтах и в Антарктиде существуют иные культуры цивилизации, более развитые и совершенные, не говоря уже про другие измерения, которые неразрывно связаны с нашей реальностью. И я думаю, что эти силы будут так или иначе влиять на, возможно, влияют и, возможно, уже влияют на происходящие на Земле процессы. А поскольку они тоже заинтересованы своём дальнейшем развитии и существовании, то, думаю, они приложат определённые усилия на предотвращение апокалипсиса, который хотят организовать определённые сущности нашего бытия. Какое ваше мнение по данным мыслям? Вот кто там у нас под землёй, в Антарктиде, в шахтах и так далее, другие цивилизации? Что они здесь делают? Я думаю, не стоит рассчитывать на помощь этих сил. Если человек и сам не справится с этим кабалом, то, в общем-то, туда ему и дорога. И наши боги не будут нам помогать, потому что поймут, что если мы не можем справиться, то мы не способны построить нормальное общество. Вот я так думаю. То есть, долго ли ещё нас будут спасать наши светлые силы, я не знаю. Думаю, что недолго. Потому что, судя по тому, как мы себя ведём, мы сами себя уничтожаем. Так что, видите, должно что-то кардинально перемениться в развитии человечества. Пока же мы идём верной дорогой в апокалипсис. Прямой дорогой мы туда идём. Вот я уже сказал, согласно вычислениям Ньютона, нам осталось лет 40-50. Я думаю, изменение в мышлении человечества, сознание человечества невозможно без изменения индивидуального сознания. Я думаю, в первую очередь, каждому из нас необходимо просто задуматься, кто мы, откуда мы, для чего мы здесь, и что нам надо делать. И если вовремя мы не сделаем таких выводов, то в этом случае та самая перезагрузка, которую называют апокалипсисом, она очень быстро произойдёт. Почему? Потому что богам проще сделать перезагрузку, нежели опять в очередной раз начинать эту сказку про белого бычка и так далее. Не нужны слабаки, не нужны дурачки, которых так вот просто развести на Микине. Идём дальше. Ирина Образцова, реплика в эфир. Есть ли возможность спасти Байкал? Ну, понимаете, если при Байкале будет заселяться китайцами, которые будут травить там почву химическими удобрениями, будут строить там химические предприятия, то Байкал будет сильно загрязнён и погибнет. Но сейчас же у китайцев проект построения водопровода из Байкала, то есть будут качать воду из Байкала. Это не значит, что Байкал из-за этого помелеет. Нет, потому что просто будет забираться часть воды, которая не поступит в Ангару. Вот и всё. То есть ничего страшного забор воды не вызовет. А вот если действительно китайцы начнут там развивать химическую промышленность и уничтожать почву химическими удобрениями, как они делают везде, то действительно Байкалу грозит очень сильное загрязнение. Да, я тоже согласен. Если они начнут брать оттуда питьевую воду, они будут не заинтересованы в его уничтожении, поэтому будут наблюдать за тем, чтобы грязь туда не попадала. Может быть, даже начнут какие-то делать самостоятельные, справительные работы уже с теми предприятиями, которые там были построены. Может быть, но понимаете, как Китай развивается, вот если пролететь на самолёте над Китаем, это просто жуткое зрелище, где там всё загрязнено, всё дымит, вода везде у них заражена, это они сами пьют. Понимаете, почву они во многих районах Китая уже уничтожили этой химией. Видите, как они относятся к своей земле, и, в общем-то, я не думаю, что они будут лучше относиться к земле вокруг Байкала. Да вот тут не факт. Почему? Потому что здесь конкретный бизнес просматривается, и они заинтересованы, чтобы эта вода бутилизировалась и продавалась. Если она будет грязной, у них никто её покупать не будет, и они же сами её не будут покупать, а другие. Поэтому здесь... В Байкале столько воды, так что загрязнить её нужно несколько десятилетий, чтобы хорошо её загрязнить. Ну ладно, поживём и увидим, как говорится. Реплика в эфир. Благодарю за подробные аргументированные ответы, жду следующих эфиров на другие темы. Дальше. Алексей Яхонтов из Ютуба. Раскройте, пожалуйста, для чего создавались соцсети, чтобы у меня тоже возник негатив к ним. Заранее спасибо. Ну а вы видите, вот как происходит сейчас заселение Европы всякими арабами. Общение происходит через соцсети. Через соцсети они собираются. Через соцсети они совершают нападение на белое население. Все эти программы массовых изнасилований, которые идут в Европе, всё это проводят через соцсети. Я вот видел, как по Германии бродят банды этих арабов. Все они сидят, уткнувшись в эти телефоны. И вот через соцсети им отдаются команды, что делать. Ну а за это они получают вознаграждение, определённые пособия. Вот видите, как сейчас применяются соцсети для уничтожения Европы. То есть соцсетями не пользуемся. Идём дальше. уже как кто хочет. Марат Бореев из Ютуба. Затопит ли Европу в этом году? Нет, в этом ничего не затопит, разумеется. Если дело дойдёт до применения ядерного оружия в океане, то, конечно, затопит. Но я думаю, что в ближайшие годы этого не случится. Ну а какая-то экологическая катастрофа Земле не грозит. Вот даже применение геофизического оружия, которое происходит сейчас и на территории Соединённых Штатов, ведь с помощью ХАРПа они уже несколько лет раскачивают этот супервулкан, но так его не могут взорвать. Ну а если выключить этот ХАРП, то, я думаю, вулкан этот успокоится через несколько лет. О том, как воздействует ХАРП на магму, я вот рассказывал в своей реакции от 2011 года, посмотрите. Так что, на самом деле, ничего страшного человечеству вот в плане экологии в ближайшие годы не грозит. Да, загрязнение Земли продолжается, но это достаточно медленный процесс, Земля сама-самая очищается, количество выбросов СО2 и СО, оно не сопоставимо с тем, что выбрасывают, скажем, вулканы. Так что, в этом плане, я думаю, человечеству особенно нечего бояться. А вот чего нужно бояться, то, что в конечном счете произойдет массовый геноцид населения, и в конце концов будет установлен новый мировой порядок, где будет класс рабов, чипированных рабов и рабовладельцев. Вот, что нам грозит, при этом поголовье крупного рогатого человеческого скота будет многократно уменьшено. Вот, что нам грозит на самом деле. Дальше «Вестник богов», такая резкая реплика, написал Сергей Альбертович, то, что говорит Путин, не имеет никакого значения, он абсолютно управляемая подконтрольная фигура, с помощью которой и при содействии СМИ настойчиво варят лягушку, нашу страну, в скобочках, на медленном огне. Я думаю, что это не совсем так, но если посмотреть то, что творится вокруг президента, это, конечно, идет пиар-компания, специальная программа, к осуществлению которой были в свое время приглашены иностранные специалисты, то, что, в общем-то, то, что мы наблюдаем, это пиар-технологии. Дальше, Эдгар, реплика, эфир. Не согласен с ведущим в корне по поводу бессмертного полка, надо там быть и все это почувствовать. Да, я тоже с этим согласен, я говорю, идея-то хорошая, я говорю только о том, что эту идею стали использовать нехорошие люди в своих целях, только и всего. Итак, все вопросы мы озвучили, все реплики зачитали, и у нас есть возможность попрощаться с нашими радиослушателями, может быть, пожелать что-то, может быть, подвести какую-то жирную черту, вот, своими словами я хотел до вас донести, ну и так далее. Вот, или, может быть, сказать, а в следующий раз мы с вами поговорим о, вот, Сергей Леонидович, у вас есть возможность что-то напоследок сказать. Я думаю, что в следующий раз, если он настанет, я думаю, сами слушателями определят тему будущей беседы. Мне бы хотелось именно так, чтобы эту тему определили сами слушатели, что, в конце концов, я бы хотел говорить о том, что больше всего интересуют слушатели. Я так предполагаю, что будет тем 250 тысяч. Ну, наведём статистику. Да не, на самом деле, понимаете, общее направление будет легко вычленено. Хорошо, тогда я бросаю призыв, друзья мои, будьте любезны, сейчас можете написать, или лучше даже не сейчас, а через форум обратной связи, какие вы хотите темы рассмотреть в следующем эфире, вернее так, какие хотите, чтобы темы рассмотрел Сергей Альбертович в вашем присутствии, чтобы вы потом позадавали вопросы и написали свои реплики. Вот, наверное, так. Да, будет так хорошо. Пишите, пожалуйста, будем по вашим вопросам создавать новые эфиры. Ну, что ж, тогда давайте пожелаем что-то доброе, светлое, радостное, напоследок-то, а то уже некоторые сказали, хорош, негатив тут все, давайте уже что-то светлое. Ну, вот видите, план Третьей мировой войны уже несколько раз срывался, и я надеюсь, что в конце концов сорвется вот этот безумный план апокалипсиса, так что и наша страна, и европейские страны в какой-то форме сохраняться. Я думаю, что у человечества еще достаточно длительное будущее, и я думаю, что на это надо надеяться и за это бороться. Благодарю. Благодарю за очень содержательный эфир, за очень хороший, на мой взгляд, ответы. Вы можете, друзья мои, не соглашаться с репликами, которые от меня идут, вы можете не соглашаться с ответами Сергея Альбертовича, это ваше дело, в принципе, никто из нас здесь не является истинной в последней инстанции, каждый из нас человек и имеет свои мысли. Задача наших эфиров расшатать те устои, которые цивилизация вас забила такими 200-мм гвоздями, чтобы наконец-то вытащили их и сказали, ёлы-палы, так ведь по-другому ж можно жить-то на свете, можно же сделать так, чтобы было хорошо и замечательно. Вот если это удается нам сделать в программах, если те знания, которые вы получаете, те вести, которые вы получаете, помогают это сделать, я безмерно счастлив. Итак, Сергей Альбертович, низкий поклон за участие, друзья мои, напоминаю. Спасибо за внимание, за терпение. Ну терпение здесь не надо, мне было очень интересно было слушать. Друзья мои, напоминаю, следующая передача состоится, если вы пришлёте варианты, варианты своих тем. Вот если будут темы, мы тогда Сергею Альбертовичу их передаём и создаём новый эфир. Не будет тем, ну значит будем считать, что вам это неинтересно. Хотя я сомневаюсь, что неинтересно. Всё, напоминаю, что сегодня у нас 20 июня 2017 года, вторник по одному из современных календарей, 30-й день месяца, ветров 7525 лета, пятница по одному из старинных календарей, родонится. Друзья мои, вспомните, что у вас были дедушки, бабушки, предки, пращуры, щуры и так далее. Поставьте тарелочку с кушанием для них, положите ложечки, пригласите их покушать. Ну такой вот старый русский обычай. Вот пригласите своих пращуров за стол, пускай вы ощутите вот их присутствие. Ну, по-нашенски, по-русски. С вами прощаюсь, напоминаю, что хроники апокалипсиса была тема сегодняшнего эфира. Сергей Альбертович Саль, автор-сказитель. И по вашим вопросам, по вашим предложениям будет создана новая передача. Добра! Увидимся! И услышимся! Быть добру! Народное славянское радио Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok